Доброе время суток, уважаемые моделисты! Наконец-то мы дождались ее, вот эту модель, прекрасную, которую я держу сейчас в руках. Модель российского военно-транспортного самолета Ил-76МД от фирмы «Звезда» в масштабе 1.144. Давайте скорее посмотрим, что же находится там, внутри этой замечательной коробки. Переходим к столу. Итак, мы с вами перешли непосредственно к просмотру содержимого коробки модели Ил-76МД. Модель ждали уже достаточно давно, несколько лет ее фирма «Звезда» разработала и, наконец, выпустила. Посмотрите, коробка, обратная сторона, количество деталей составляет 207, длина модели 32,5 см. Достаточно большая, объемная модель, интересная. Здесь краткое содержание, краткое, вернее, описание прототипа модели на двух языках, русском и английском. И все, что есть, какие преимущества есть у модели. Это механизация крыла в возлетном и полетном положении, детализированный интерьер кабины пилотов, штурмана и грузовой кабины, три варианта сборки, полетный, взлетный, погрузочный, три варианта декали. Вот так. Ну, давайте открывать скорее и смотреть, что же там внутри. Итак, Ил-76. Советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный ОКБ «Ильюшина». Серийный производился в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Сейчас производство перенесено на Ульяновский авиастар. Первый литник, вы видите, это две планки фюзеляжа. Расшивка, естественно, внутренняя, это понятно. Никакого облоя, никаких толкателей на видимой части модели тоже, естественно, нет. Модель выпущена в 2017 году, что нам показывает, бирка на литнике. Расшивка достаточно глубокая, видимая. Сделана просто чумовым. Посмотрим следующий литник. Литник номер 2. Вообще, вот эта модель с артиклом 7011, это модернизированный вариант Ил-76, Ил-76МД. Чем она отличается? Тем, что усилена конструкция планера и шасси. Грузоподъемность машины повышена до 48 тонн. Максимальная взлетная масса увеличена до 190 тонн. Дальность полета с загрузкой 40 тонн увеличена до 4200 км. Время автономной эксплуатации увеличена до 2 месяцев. Обеспечено возможность установки 4 дополнительных пилонов для подвешения авиапомп и радиомаяков. Первый полет стоялся 6 марта 1981 года. Это свитина нам предоставила любезно Википедия. И вы можете там это посмотреть и почитать. Давайте посмотрим следующее. Очень интересно, что же есть у нас дальше. Крыло. Крыло стоит из двух половин, из верхней и нижней части. Опять же, смотрите внимательно на расшивку. Она просто прекрасна, она идеальна. На мой первый взгляд, да. Я сам лично данную модель собирать обязательно буду. Она мне очень интересна. И именно эту модель я буду собирать, которую я вам показываю. То есть я ее оставлю себе, никому не отдам. Тем более не продам. Экипаж машин составляет 7 человек. Практически потолок 12 тысяч метров. Шасси, пилоны. Два одинаковых литника. Шасси дано нам одной деталью. Это очень хорошо. Шов, конечно, имеется, его надо будет обрабатывать. Но склеивать шасси не нужно. Это очень даже неплохо. А это мы шов обработаем как-нибудь. Двигатели. Их здесь у нас 4. Соответственно, тоже два одинаковых литника. Далее. Литник с прозрачными деталями. И из пластики имеется еще чудесная звездовская подставка. Всеми уже известная. Далее. Далее мы переходим, подложившись на инструкцию, к декалям. Как уже сказал Декальдена, на три варианта. Какие варианты мы с вами посмотрим в конце инструкции. Почитаем. Так, и вот она инструкция. Инструкция по определению звезды черно-белая. Ну, соответственно, почти как у всех. На первой странице, опять же, описание прототипа, самолет на двух языках. И три варианта, которые предлагает нам... Ну, один из трех вариантов, которые предлагает нам собрать фирму-звезда. Да, как я уже сказал, в погруженном взлетном и полетном варианте. На развороте мы видим содержимое набора. И с третьей страницы сборка. Естественно, сборка дана начинается с интерьера самолета. И плавно переходит к экстерьеру. К двигателям, к шасси и так далее. Так, у нас здесь данные краски, которые необходимо использовать при окрасе данной модели. Данные под фирму-звезда и под фирму-хамбро. И на обратной стороне, на последней стороне инструкции, мы видим варианты камуфляжа. Варианты, которые мы можем, опять же, выбрать и собрать. Вот такая прекрасная, замечательная модель. Все мы ее довольно давно ждали и, наконец-то, дождались. Артикл данной модели 7011 фирмы-звезда. Приобрести уже сегодня вы можете на нашем сайте i-modelist.ru А я же вам говорю спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами, со мной. Смотрели, слушали. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok